приветствую дорогие друзья с вами эдуард волков я сегодня расскажу вам истопию о современной науки современной исторической науки в ее подходе к познанию древней истории прежде всего начнем с того что я несколько приближительно отношусь к самой истории современной потому что историю пишут люди и их мнение очень сильно влияют на то что мы знаем нас учат мнением определенных людей которые во всех в разных у разных народов своя история они по-своему видят исторические события поэтому вот голову пришла такая мысль что почему у современной истории в общем до западная такой стиль подход почему пренебрежительное отношение к прошлому то есть посмотрим даже на то как выражается отношение к древней истории то есть древнюю историю привыкли считать это то что мы берем из письменных источников из каких-либо письмен есть и письменные источники есть история нет письменного источника нет истории то есть все остальное называется словом миф пренебрежительно так это что бабушки какие передали нам из поколения в поколением какую-то информацию мифы слухи и слухи или по-современному фейки да то есть миф это фейк то есть то что не имеет реальной реального смысла то есть вот я хотел бы разобраться то такое почему почему так пренебрежительно относимся к этим мифом были нам сагам почему мы не воспринимаем это серьезно почему очень много почему возникает но прежде всего начнем с древней греции есть бог бог ахо богиня охоты допустим ну олимп сказочный мифологический но смысл я посмотрю на богиню охоты и вижу какой-то министра лесного хозяйства неужели для того чтобы богиня охоты нужно только для того чтобы ей поклонялись ну я думаю что министру лесного хозяйства тоже охотники поклоняются или молятся современном смысле понимание этого слова то есть от него не зависят получить ли они лицензию или какие-то льготы выгоды или конце концов посадят их в тюрьму за браконьерство то есть получается так что исходя из этой логики что тот олимп то система олимпийских богов которая была в древней греции она в принципе ничем не отличается от современного политического устройства то есть с президентами с королями их ней челядью придворными ну то есть разная идеология у одних бог величие у других бог деньги то есть молятся разным богам ну и получается так что если дальше продолжать или представьте себе что ученые приняли приняли эту мысль и начали ее развивать только теоретически представьте начинается с того что может оказаться что как мы уже говорили олимпийские боги это аналог королевского семей или королевского двора со своими министрами со своими придворами челядью вот если дальше копаться то можем докопаться до того что даже бог едины которые есть это некий прототип демократии демократия является приемницей или родной дочкой более усовершенствованной там где-то обрезанной своих фантазиях божеств то есть получается так что дальше если мы будем разбираться то окажется что апостолы бога единого этом принципе народные избранники то есть слуги народа то есть те которые служат народу вот а его безличностный аспект говорит а как бы обобщенном мироспоятость бог единый это в принципе абстракция это не личность прежде всего иисус лично это сын божий вот и подкрылся такое сомнение а вдруг политика которая в принципе является религией политика если если ученые начнут копаться то они докопаются до того что любая религия это социальная а значит политическая система значит она ничем или нюансами или только лингвистические словами отличается от политической системы той же древней греции да только потом посмотрим да зевс это невыборная личность это авторитарный авторитарный лидер значит значит греческая религия православная церковь это в принципе попахивает тоталитаризмом если они придерживают этой философии и как бы линии передач а вот западная мысль пошла уже в сторону абстрактного бога которому у которого есть сыны божьи у которого есть принципе сыны божьи тоже боги да то есть министры различные апостолы вот и рабам божьим возможно не стоит знать о об этой преемственности политической то есть во времена когда организовались глобальной империи большие империи государства вот именно какая-то политическая система их объединяла но тогда раньше как бы политическая система это было понятие относительное законы были у всех разная а именно политической системой была религия или с множеством богов или же как утверждают господа демократы я уже утрирую богом единым то есть получается так что это не хорошо чтобы рабы божьи и гои знали о а так сказать целую историю то есть иначе тому кто последует примеру прометея придется быть приковатым прикованным к скале и его ведь на вечные муки обреченным то есть никакой помощи будет одиноко висеть на этой скале кстати скала тоже имеет символическое значение но это мы попозже разберем скалы кавказ вот и или же этот человек который захочет нести огонь а значит свет знания людям его проклянут и он будет постоянно катить бочку теории заговора на вершину там где олимпийские современные боги сидят они не признаются они не хотят чтобы кто-нибудь чтобы развивалась мысль о том что они есть те боги слишком это высокомерно для демократического общества представьте себе где все равны вдруг оказывается что кто-то сравнивает дентов министров высших политиков и аристократию современного с богами олимпийский просто-напросто по логике демократии назревает бунт то есть то есть равенство свобода окажутся просто фикцией что и есть на самом деле поэтому такая мысль пришла и думаю что возможно кому-то она понравится потому что находиться внутри одной системы это значит видеть только ее изнутри и больше а и судить о внешнем мире только по правилам этой системы то есть социальная система религиозная система или какая-то группа группа наркоманов алкоголиков любая группа по находясь внутри нее есть там свои правила игры и по ним люди как бы их можно учиться да и сленг определенный но когда человек выходит за рамки системы и 1 0 он имеет возможность рассматривать все системы со стороны любая система она вот становится нужно их сравнивать сравнивать невозможно находясь или будущие сторонники какой-либо систем одной внутри находясь вот мы находимся внутри маленькая песчинка их много как как песка на пляже находясь внутри этой песчинки мы видим только оболочки она нам кажется огромное если мы вот поэтому я думаю что современная наука и не не развивает мысль о сознании о перед перед о том что мы в принципе не являемся биороботами она утверждает что мы являемся биороботами да то есть мы ограничены своей оболочки мы не передаем информацию то есть мысли не летают нам никто не говорит о только что только что а а тебе думал сто лет жить будешь и это часто возникает а в принципе когда мы идем кому-то в гости мы внимание как бы централизуем стремляем на цель нашего визита и человек естественно у него в голове возникает образ всего этого современная наука не даст нам она ограничила отрезала этот пласт и как бы совершенствуя роботов совершенствуя компьютеры создавая механизмы которые модулируют кости модулируют человеческий мозг сознание компьютеры программированием занимаясь оказывается что существует интернет вот какая это сама никто еще 20 лет назад не знал что такое интернет электричество а тут вдруг получается что появляется интернет а это значит что информация энергетически может передавать если ученые начнут развивать мысль историческую они найдут преемственности и формитеев станет очень много которые которые расширят знания человеческие да за пределы которые политики узко хотят сузи для человека в понятия одной партии одной религии одной чего-то одного в группе внутри будь внутри и будет тебе счастье и тогда ты будешь мыслить категориями определенной группы людей они сможешь посмотреть со стороны сравнить эту группу с этой 3 10 4 вот в этом мне кажется и вся проблема то есть современные политики современная политика в общем он образно она как бы является тем механизмом абстрактным как бы как фрейд говорил как общее мышление или общего подсознательное которое нравится обезопасить себя эта система старается себя обезопасить от любых возможностей свержения своих теорий до которые существуют допустим демократия лежит кто-то в бога верит кто-то это все теории теории политика и только их по-разному называют религия это с верхушкой там где какой-то теологической которая непонятно сейчас современным современному человеку а политика это простая вещь это просто-напросто комбинирует во благо курса партии все будет хорошо и будьте счастье и вот так и живем то есть мы в практически живем в полном неведении никто не может посмотреть на этот мир со стороны то есть мы в прямом смысле рабы работающие на систему идеологически закабаленные вот все что если не хотел рассказать привет смотрите меня дальше я буду еще рассказывать такие свои истопии истопия это значит то что называется история утопия история только не претендуя ни на какие абсолютную истину но в принципе это мое глубокое убеждение в общем что что то что я говорю и является истинно по крайней мере для меня если вы найдете некоторую как бы разумность в моих размышлениях буду очень рад всего удачи всего хорошего